Начать работы по благоустройству городского парка культуры и отдыха планировали этим летом после проведения торгов на определение подрядчика. Сегодня стали известны итоги этого аукциона и они более чем неутешительны. Желающих выполнить комплекс работ не нашлось, поэтому масштабная реконструкция откладывается. Ждать ли берчанам преображение парка и не потеряет ли город выделенные средства по федеральной программе? Начинаем сегодняшний выпуск с ответов на эти вопросы. Глобальная реконструкция парка культуры и отдыха началась еще в 2016 году. Тогда заасфальтировали центральную аллею и создали новую площадку возле кинотеатра «Орион». С тех пор городские праздники проводят именно на ней. Это первый этап благоустройства парка, на который было тогда израсходовано свыше 40 миллионов рублей. В этом году должен был стартовать второй этап. Первоначально электронные торги на право ремонта этого объекта объявили еще в мае нынешнего года. Но в июне они не состоялись. Произошел сбой в программе. Тогда аукцион на определение подрядной организации был объявлен повторно. Начальная стоимость контракта составила свыше 77 миллионов рублей. Сумма внушительная и как раз ее хватит полностью завершить реконструкцию. Миллионы Берск получил по программе «Комфортная городская среда». Итоги второго аукциона стали известны сегодня. Подрядчик, которому предстояло завершить полное благоустройство парка в центре, не нашелся. Такая проделана большая, кропотливая, глобальная работа на протяжении нескольких месяцев, больше полугода. И по актуализации проекта парка, и по прохождению государственной экспертизы. Конечно бы этот проект позволил качественно шагнуть нам вперед по устройству среды для отдыха, для проживания берчан. Эти планы в этом году не суждено сбыться. Конечно, есть оптимистичное настроение, что все-таки он будет реализован, но то, что этого в этом году не состоялось. Мы расстроены, это не то слово. Мы вообще обескуражены, как в принципе такое может быть, что не нашлось подрядчиков, которые бы могли, хотели и выполнили бы такой объем работы. Объем работы действительно внушительный. По проекту асфальтобетонное покрытие всех дорожек. Новое освещение, как основное, так и декоративное в виде пушкинских фонарей. Урны, лавочки, комплексная детская площадка, двухметровый забор вокруг парка. И это только строительные работы. Далее озеленение. Планировалось вырубить аварийные деревья, а вместо них посадить новые. Плюс цветники. Стоит сказать, именно сами жители Бердска неоднократно выражались за обновленный облик городского парка. Зеленая зона в центре Бердска попала в федеральный проект в ходе голосования по выбору первоочередных объектов для благоустройства. Заместитель главы городской администрации по экономическому развитию Жанна Шурова рассказала, что берчанам придется подождать еще год. Масштабную реконструкцию в 2019-м начинать не будут, потому что попросту ушло время. Да, вновь объявить электронные торги и выбрать подрядчика – это возможно. Но администрация Бердска опасается, что выделенные по программе деньги освоить в этом году не успеют. На данный момент власти Бердска ведут переговоры с Министерством строительства и ЖКХ области, чтобы регион предусмотрел на реконструкцию нашего парка финансирование из областного бюджета в 2020 году.